Куда делся чертов забор? Из шахта. А-а-а, я так долго это строил, ну за что? В общем-то, добрый день, дорогие подписчики. Мы не снимали уже месяц, вернее, я не снимал уже месяц, а мы не смотрели уже месяц. И это связано было с тем, что я не вижу просто активности какой-то канала, и мне очень обидно так и снимать, потому что вы не участвуете в его жизни. И когда я объявил конкурс с бесплатным, с плейном, с тимом, я бы не отказался абсолютно от него. Поучаствовало только пять человек, и разыгрывать я его даже не стал, я просто добровался, не глядя это, как ворота. Мне было грустно. Ну, в общем-то, у нас исчезла, наша шахта у нас исчезла, забор полностью. Я постараюсь его восстановить к следующему мотсплею, конечно же. Ну, а сегодня нас ждут новые приключения, итак, начнем. Кстати говоря, мы играем в Minecraft 1.7.4, и здесь полно всяких крутых эффектов. Вот они добавили супер-секретные настройки, которые так и называются, вот они. И мы можем менять игровые режимы, во всякий упоротый бред. Выглядят они довольно забавно, но они, конечно же, не для съемки. То есть, есть сеговская, вообще дэндевская даже, скажу, графика. Но с ней даже неразличимо, на какой высоте вы находитесь. Она больше подходит для 2D игр. Вот, потом, чисто ЧБ есть. А, ну не ЧБ, а такой он слегка цветной мир. Вот. Что у нас еще есть? Есть что-то типа, опять же, дэндевского ночного видеорежима какого-то. Я его видел в стареньких играх на Сеге, там, про шпионов каких-нибудь. Типа, Sprint and Cell, самый первый, когда он вышел. Вот, есть просто размытый. Что тут еще? Вообще упоро-тость, жесткая какая-то. Вода меняет цвет. Ну и, видимо, нет. Какой-то режим нарисованный в Paint. Обычный режим, как я понимаю. Нет, он мутный. Этот. Вот он. Вот он, обычный режим, наконец-то. Еще у нас есть. Такой режим. Вот это уже 16-битная графика. Идет. Есть режим. Не понимаю, в чем прикол, но вроде бы все нормально. Очень странно. Звук котейки какой-то, опять пейнтовая графика. Это тоже довольно круто смотрится. Графика будто бы из стекла и каждый пиксель отдельный. Это у нас опять размытость. ЧБ, но оно какое-то необычное. И смотрится довольно забавно. Мне нравится. Вот. Потом есть. Но, видите, цвета были яркие, мягкие. Что-то неплохой режим. Можем остаться играть в нем. Это для 3D пользователей. Это уже вообще край. Я не понимаю, как так можно играть. Просто в негативе все цвета обращены. Это мне напоминает старый телевизор годов. В 70-х, наверное, еще. Вот. Все цвета очень темные. Но не нравятся мне. Вот. Опять какие-то полустеклянные кубики. Обводки сделаны. Вот мы можем на верстаке это видеть. Видите, углы какие. Это у нас... О, Господи, что за упоротость. Так. Спокойно. Вот. Все нормально. И как только мы начинаем вести камеру, остается просто предыдущее изображение. Ну вот, старый телевизор, с которого я начал. Кстати, смотрится довольно необычно и прикольно. Вот. Давайте вернемся на стандартные настройки. Потому что все это мы уже наблюдали. Так, вроде бы вот. Да. Все. Замечательно. Ну, что ж. У нас сейчас нету забора. Поэтому давайте-ка сходим куда-нибудь, наверное, в приключения. И нашей задачей будет, мы же властелин бананового королевства, давайте улучшим нашу деревню. Ахаха, у меня получилось восстановить. Вот, я сейчас вспомнил о том, что сейвак был в другой папке перед тем, как я устанавливал новую версию. И вот, вот он, вот наш домик, как и прежний. Замок банановой республики короля. И как Йода сказал. Вот. Он восстановлен вместе с шахтой, забором и ресурсами, которые у нас были. Офигительно. Ну, давайте модернизируем нашу деревню. Я вам предлагаю провести туда рельсы и сделаем железную дорогу. Ведь у короля должна быть своя дорога. И так же сделаем своего охранника в доме. Так, я все подготовил. Давайте заделаем нам железного голема. Голема. Не знаю, как правильно. О, боже мой, что за лаги. Так. Спокойно. Вот. Все. Ну, я сделал на один блок больше. И очень сильно попанул. Сейчас попробуем. О, отлично. То есть мы можем вернуть его в чистом железе. Замечательно. Итак. И теперь. Йас. У нас голем. Здоров. Надо называть его Андрюхой. Андрюха. Ему понравилось, видите. Так, у нас есть охранник Андрюха. Андрюха, привет. Какого черта ты ушел? Андрюха, иди сюда. Нужно заманить его железом. Андрей. Кс-кс-кс. Андрей. Ну, ладно. Я не знаю, что теперь делать. Он просто ходит под... Нет, Андрюха, стой. Как, 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 как его завести домой? Здорово. Андрей. Андрей. Давай домой. Андрей. Бегом домой. Он меня не хочет слушаться. Ну, давай домой, Андрей. Ладно. Ну, в принципе, я думаю, что он не уйдет отсюда, и все будет в порядке, поэтому даже дом можно оставить открытым. Ну, надеюсь, он не исчезнет все-таки. Голем есть голем. Или голем. Не знаю, как правильно. Вроде бы голем. Так. И мы начинаем делать железную дорогу. Нам нужно будет добыть золотишко, которое я всегда считал бесполезным. Ну, давайте попробуем. Я уж и забыл, как это делается. В первом моем сейве, когда я только начинал играть в Майнкрафт, была золотая полностью железная дорога. Я тогда его очень полюбил. Вообще, мне так нравилось. Сейчас наделаем рельсов. И будем строить. Ну, 32 это мало, конечно же. Нужно сделать еще палку. А за залку. Так. Ну, и это тоже мало. Поэтому еще. И плюс еще будут золотые рельсы. И все будет ништяк. Что ж, теперь наша задача это сгонять за золотом. Спускаемся в нашу ложбину Саши Грей. И ни черта здесь не находим. Поэтому круто, конечно, было бы найти пещеру. Давайте, наверное, попробуем откопать ее как-нибудь. Я нашел ляпись лазули. Так. Я случайно нажал на скриншот. Ляпись лазули. Добыл. И, знаете что, я вот думаю, нафига ее копать, если можно ее найти. Давайте попробуем. Так, собираемся в поход. Все, что нам понадобится. Сейчас будем брать. Итак, ну, железо выкладываем сюда. Кремень, порох тоже сюда. Думаю, можно сделать будет динамит по пути. Тыквы сюда. А, лазурит сюда. Еды надо взять будет. Немного деревца. Рельсы выкладываем. Шлем тоже. Так. Где у меня с камнем мой судучок? Любимый. Ну, вот. Выкладываем весь камень сюда, который у нас есть. Сюда убираем землю, гравий. Сюда мы убираем дерево. И все, что с ним связано. Ну, вот так вот, думаю, пойдет. Уголь нам тоже, пожалуй, понадобится. Но возьмем его гораздо меньше. Вот так будет замечательно. Так. Ну. Топорик возьмем с собой. Как раз нам на него хватает. И думаю, все, больше нам ничего не понадобится. Там уже... А, ну и земли. Чтобы, если что, буренько сделать коробочку. Дверь, думаю, нужно взять. Ну и два стекла. Так, ну, делаем палки, как обычно. Извиняюсь. Звонил чертов Илья, передавал вам всем привет. Так. Ну, в горах пещеру будет довольно тяжело найти, потому что они редко там очень... Регенятся. Генерируются, что несу. Вот. И поэтому мы поплывем на лодке. Искать нашу пещеру. Погнали. Мы пробирались сквозь чужие земли. Квозь узкие проливы и каналы. Проплывали сквозь непредаливые линии. И разбили свою лодку. Ну что ж, я приплыл в болотистые джунгли. И какая-то горная местность. Холмы и все дела. Неплохой биом, кстати. Давайте поищем здесь нашу пещеру. Время добывать адскую коровятину. Свинятину. Свинятину. Пойдет. Что ж так лагает, я только не понимаю. Вот раньше такого не было. Очень мне это не нравится. Ужасно. У меня звук, то что корова умирает, идет, а она еще не умерла. Итак, это бог зомби, который смотрит на свои владения свысока. Давайте побьем его. Попробуем. Такс, такс, такс. Хотя, в принципе, сейчас правильнее было бы сделать дома и переночевать в нем. Но нет. Мы же полезем наверх. Сделаем так. Все замечательно. Теперь лезем вверх. У меня одна к вам просьба, ребят. Будьте, пожалуйста, активнее на канале. Вот. Меня это вообще будет вдохновлять, радовать. Я буду снимать чуть ли не каждый день. Потому что, когда вы хотя бы даже лайки ставите или дизлайки, меня это уже радует. Меня хотя бы смотрят. Вот. А если вы еще и комментировать будете, я вообще буду довольный. Ну, прям вообще довольный. Будет много летсплеев. О, зараженный житель. Монобровный. Друг, привет. Итак. Сейчас не хватает там нашего голема, конечно же. И процессора помощника. Сейчас не хватает. Такс. Ну, здесь... Да, все-таки нам придется сейчас сделать дом и заночевать. Или хотя бы переждать в нем ночь. Итак, строим простецкую богу коробку и ждем. Ну что, шват, у нас и наступило утро, и пора разобрать наш дом и продолжить наше приключение. Давайте его разберем теперь быстренько. Эй, какой черт, у меня в руках была лопата, а теперь факел. Что-то, что-то. Что-то сегодня не то. Либо это связано с новой версией, либо что-то с моим компом не то, потому что ладди вообще жуткие. Никогда я так не снимал плохо. Так вот, наверное, стоит поставить Optifine обязательно сегодня. А, на 1.74 я смотрел, он еще не вышел точно. Ну, как только он выйдет, я обязательно его поставлю и мы будем снимать нормально. Так, ну, все, домик разобран, забираем с собой дверь и Adventure Time опять у нас продолжается, в общем. Мы дошли до очень красивого места, здесь какие-то горы довольно высокие и прорез в горе, который я очень люблю, вы, наверное, по прошлому уже знаете об этом. Все-таки это первая серия нашего второго сезона. Вот, и начался он довольно неплохо. Вот, мне не очень нравятся такие баги в картах, когда идеально ровная стена, будто ее ножом отрезали и так и продолжается это деление мира. Это происходит, когда два биома сталкиваются. Вот, у нас здесь это и произошло, как видите. Но в таких местах, кстати, довольно удобно строить дома. вот. Так, что-то здесь происходит и сейчас, сейчас, сейчас надо найти, потому что здесь, видите, какой-то обрезанный кусок. Так, 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 не лагай, пожалуйста. Во, я вижу, я вижу. Да, дан. Мы нашли, мы нашли пещеру, наконец-то. заходим внутрь, и она, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже не совсем мне нравится. Ну, пещера какая-то малюсенькая, но, в принципе, там, где эндерброд, там есть, тут прям окно какое-то. Довольно прикольно оригинится. Мне нравится этот момент. Сделаю скрин. Такая трава в окне. Классно. Что ж. Ну, пошлите к эндерброд в гости. Только его нужно очень осторожно сейчас обойти. Так, вот, и вот того вот зеленого парня не совсем стоит тревожить. И еще одного эндерброда. Ой-ой-ой. Ой, как опасно. Ой, как сильно опасно. Так, ес. Мы его завалили? Завалили. Все-таки без оптифайна фигово. Жутко. Ну, и здесь мы нашли только уголь. В принципе, можно начать... Ой, я на тебя не смотрел, чувак. Чувак, я ухожу. Я просто уйду отсюда. Да. Здесь был только уголь и ничего больше. Ну, можно, в принципе, покопать гравий и попробовать сейчас. Давайте все-таки это сделаем, проходя мимо эндерменов. Нужно попробовать все-таки спуститься вниз, если спуск есть, конечно же. Так, так, так. Так. нет, нифига, нет, это просто завал самый обычный с выходом на поверхность. Кстати, довольно... А, нет, это просто к потолку столб такой. Ну, ок. Да, здесь мы больше ничего не нашли. обидно, конечно. Ну, да ладно. Готя, я ее нашел. Охо-хо-хо. Наконец-таки. Я уже вижу железо. Yes. Мы нашли пещеру, товарищи. Охо-хо-хо-хо. Давайте попробуем снизить количество чанков хотя бы для этого летсплея. транс... Ну, вот так пойдет. Да, да. Зашибись. Вот, ну, хотя бы так уже получше будет. Ну, вот, мы нашли железо. Конечно, за четырьмя кусками так далеко переться не стоило, но я надеюсь, здесь будет еще немного больше его. Итак, мы спускаемся, спускаемся, спускаемся. Вот еще железо. Жаль, что один кусок, но тут уголь, уголь попозже добудем. Меч, два моба. Ну, сейчас зарешаем гапарята. Замечательно. Нам просто везет то, что мы в металлических доспехах. Так, добываем еще железо. Так, так. Вот куски. Да, вот теперь я думаю, что все-таки сюда стоило идти. Мощно бы, конечно, всю эту дорогу провести, но это нереально, это слишком далеко. О, господи, офигеть, офигеть, о, боже мой. Я сейчас как Бильбо в фильме в первом Хоббите, когда он голым упал через пещеру. Точно так же. Добрый день, мистер Крипер. Замечательно. Так, я тут совсем потерялся, походу. Но ничего, у нас есть с собой компас, и мы определенно отсюда выйдем. Такс. вот нужно спуститься бы. Вот еще железо нашел. Итак, у нас уже 18 железа. Неплохо. 19. Ну, что ж, поднимаемся вверх. Так, еще железо. Вообще, поход удался, я вам скажу. Теперь главное не умереть и спокойно добраться домой. Нужно обязательно будет крафтануть лодку. Скрафтить. Хе-хе, крафтануть. У нас уже 25 железа. Это довольно хороший объем, с учетом того, что мы еще не закончили гулять по пещере. Я думаю, вполне удастся нам добыть здесь хотя бы 2 третих стака. Ну, это 48 примерно получится. Нет, поменьше. 47 или 44 вот так вот где-то получится. здесь тупик. Чисто затупил. Давайте сходим сюда. Или мы здесь уже нет, вроде не были. Или были, не были, не были. Отлично. А на каком уровне мы на 48? Еще рановато для алмазов. Я вам, по-моему, уже рассказывал то, что они находятся от 20 до нулевого уровня. Но я всегда ищу на 12. летом. Вот. 15 12 то есть вот так вот в среднем. Примерно как наша шахта находится в доме, который я имею ввиду. Что ж, у нас уже 39. Вот еще железо. Какие-то аликсплей темные. Что-то я факела не расставляю. Я за это извиняюсь. Обязательно в следующем мосплейе я все исправлю. Давайте поставим еще факелов. Вот, кстати, способ как можно быстро убирать гравий. Ну, его там очень много. Слишком много. Но нам его убирать уже не придется. Ой, спокойно. Теперь так и вот так. Все отлично. И там, кстати, я вижу просвет. То есть, скорее всего, там есть какой-то проход. Я так думаю. И пещера нереально, кстати, здоровая и очень прибыльная. Даже очень. Если бы мы еще вещь уголь добывали, то у меня бы больше стака его уже бы 100% было. Кстати, мы пока вот бродим с вами тут добыли почти двадцатый уровень. Вернее, почти девятнадцатый сейчас. Ну, двадцатый к концу. Походу, будет точно. Такс. все, девятнадцатый уровень. Так, ой. Да, походу, все-таки даже стак железа будет, потому что его уже больше, чем я предполагал. Пойдем направо. Так, все, отлично. Тут ничего нету, зря только спускались. Что мы делаем? Вот, вот так вылезти. Жаль, конечно, что мне не удалось купить карту захвата из-за некоторых жизненных трудностей, потому что сейчас, прикиньте, я бы уже стримил, уже бы, короче, все офигенно было бы, мы бы снимали без лагов, всякие невероятно крутинские игрушки с хорошей графикой, потому что моя видюха мне позволяет это снимать. Вот, ну, видюха я уже поставил, остался проц, поэтому скоро все будет. Вот. Так, это какой-то кусок разлома. И здесь довольно много железа. Давайте его подобываем. вот мы залезли наверх путем столба из земли самого обычного. теперь вот еще на противоположной стене все есть. Ой, извиняюсь, опять факела забыл. Замечательно. тоже очень хорошая залеза железа. Тикс. Ну, тут давайте перейдем и здесь сделаем такую тропиночку. Все, наша тропиночка готова. И вот тут я вижу какой-то выход. походу то, откуда мы пришли с вами. сейчас проверим. А, нет, нифига, это какая-то комната. Но она полностью пустая, очень жаль. Вот мы с вами пришли отсюда. Давайте продолжим тропу, чтобы ну, мы факела поставляем здесь, что нам жалко, что ли. так просто будем проходить дальше. Вот еще железа. Ой, сейчас добуду. И его уже почти стак еще 6 железа. В первый раз, когда играл в Майнкрафт, я ну как, мы играли с другом версию в альфа. Тест Майнкрафта это было два с половиной года назад. И мы играли версию 1 5 2 0 что-то там. в общем альфа. Там можно было брить овцу рукой, вылетало по 5 блоков шерсти. Не было обсидиана даже еще. Ну в общем вообще ничего не было. сейчас я ностальгирую иногда вспоминаю эту версию и в общем мой друг сказал что мне нашел железо железную руду и я тоже решил найти ушел вот примерно так же как сейчас далеко и когда добыл 12 блоков это было безумное счастье и эйфория потому что ну выж прикиньте вот ну вообще короче я пришел в школу и болтал с ним целый день о майнкрафте и это было круто вот такая вот минутка грусти ностальгии все таки да мы в разломе как я и говорил потратили уже всю нашу землю черт возьми придется ставить булыжник и вот продолжаем рубить железо сейчас в общем вместо земли ставить булыжник у нас уже больше стака на один блок я еще вижу внизу но мы туда спрыгнем прямо сейчас и это конечно хотелось сделать чуть попозже но судьба решила помочь нам так с правое место все теперь можно продолжать наш путь путь извиняюсь ну давай берись кубик вот отлично кубики кубики и внизу вверху кстати говоря ничего не вижу из того что можно добыть кроме булыжника тон и давайте просто выбираться наверно наверх уже вот что я уже добрался наверх офигеть моим любимым способом копать над собой ну вы так никогда не делайте ни в коем случае потому что вот так вот раз и новослава течет а вы не готовы к этому и вы умираете и потом громко матюкайте из-за того что у вас потрачено все что вы добыли вот мы по этой пещерке уже с вами бегали поэтому лезем дальше находим еще железо по пути так очень часто кстати происходит добываем факелец время не добываем оставим что-то еще не несу не то вообще вот такие дела нам еще кстати а нет уже немножко вылазит потому что уже земля летит ну еще осталось ее выпить и мы на воле но там ночь так все мы выбрались в дерево в общем спасибо вам за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки и пожалуйста будьте активными на канале с вами был я Егор Чепрасов пока